Здравствуйте! Меня зовут Яна Людовик. Ростислав Людовик. Мы представляем семейный проект. И сегодня у нас четвертая встреча называется «Мужчина и женщина. Отношения». Встреча с вами, дорогие зрители. Да. Мы на предыдущих встречах говорили о детстве, юности. Моих. Да, мои детства и юности. Почему я так подробно рассказывала о себе? И я подумала о том, что мой опыт, жизненный опыт, каким-то образом привел нашу семью к успеху. Мы не просто семья, которая сразу стала успешной, что мы сразу с первого раза выбрали друг друга, и этот выбор был правильный. Мы, как и многие из вас, прошли через разводы. Развод был у каждого из нас. Но сейчас мы пришли к выводу, к такому, что это успешный союз. И какие-то наши мысли, наши действия, наши знания привели нас к успеху. Поэтому мы очень подробно открываем все свои мысли, не таим никаких секретов от вас. И мы открыты с вами с тем, чтобы наш путь каким-то образом был понятен для вас и в чем-то приемлем. Может быть, во многом полезен. Мы наблюдали некоторых людей, которые на сегодняшний день предлагают услугу помощи в создании семьи, предлагают услугу консультирования в проблемных отношениях семейных. И мы, конечно же, изучаем, кто что может хорошего предложить с тем, чтобы самим обучиться чему-то новому, с тем, чтобы наш опыт сделать наиболее подходящим, наиболее обогащенным для того, чтобы преподнести это все для вас. И мы можем сказать, что есть психологи, которые рекомендуют и объясняют, как создать семью, которые вообще сами не имеют семей. Мы, конечно же, таких людей не рекомендуем и сами не предлагаем и не смотрим там ничего, чтобы могло бы быть полезно. Потому что мы понимаем так, что мы сами в чем-то не специалисты. И если нам нужно решить что-то, то мы, естественно, обращаемся к тем, которые уже достигли успеха в этой области. Поэтому мы, соответственно, и в отношении семьи. Если мы достигли какого-то определенного реального успеха в своих отношениях семейных, то мы очень много лет провели в том, чтобы объяснить это, понять это, изучить. И мы, конечно же, это и вам рекомендуем хотя бы послушать. Но если психолог говорит, что он может что-то помочь чем-то и сам не реализовался в этом, то, естественно, к такому человеку нет смысла обращаться. Вначале нужно самому показать, что ты сапожник с сапогами. Другой момент. Есть психологи, которые пишут, замужем имею двух детей, хорошие семейные отношения. Ну а теперь смотрим фотографии. Человек показывает свою работу, презентует, делает презентацию своей деятельности, своей квалификации. И что мы видим? Видим, как зал есть, выступающий, лектор. Мы смотрим каких-то фотографий группы людей, которые или с вопросами, или они там радостны, улыбаются. И, в общем-то, ничего про семью. Простите, вы написали о том, что у вас есть семья, и что, по вашему мнению, отношения там хорошие. Но вы представьте доказательства, пожалуйста. Это, опять же, вопрос вашей компетенции. Это вопрос того, чего вы достигли. Мне, например, интересно, чтобы ваши дети сказали, что они счастливы в вашей семье. И мне бы хотелось бы услышать, что они хотели бы сказать, что они в будущем хотят создать такую же счастливую семью. Мне хотелось бы услышать вашего мужа, который бы сказал, что он счастлив с вами. И это как раз и есть подтверждение вашей компетенции. А вовсе не та гештальтерапия, которая кругом сейчас написана. При всем дне уважения. Да, при всем дне уважения. Поэтому, пожалуйста, представляйте больше видеоматериалов. Не просто так, что вот фотография, вот мы все улыбаемся. Да, мы можем улыбаться пять минут друг для друга, а потом пойти и с претензиями для друга большими. Я хотела сказать, что мы можем улыбаться пять минут для камеры, а потом, когда камера выключится, начнутся невидимые миру слезы. Да, именно это я хотела сказать. Спасибо, Ростислав. Ростислав мне будет помогать вести беседу. И я, конечно же, представляю своего супруга с тем, чтобы вы могли, наверное, видеть какую-то внутреннюю гармонию, которая у нас есть, которая невидимая. Но ее можно ощутить, наверное, по взгляду, наверное, по каким-то репликам, которые Ростислав без всякого плана, что он где-то вот здесь вот вставит свою реплику. Нет, я не знаю, где вот Ростислав посчитает нужным и важным что-то дополнить. Вот. И, конечно же, Ростислав тоже будет вести целую серию своего описания своей жизни для того, чтобы вы видели, как соединились две судьбы. Вот. Но пока что, как говорится, Ростислав уступил мне дорогу. И пока что я перед вами в основном выступаю. Я бы хотела сказать, что Яна представляет своего мужа, то есть меня не в том плане, что она его воображает себе, там, лежащая, например, в гамаке на Гавайях. Она представляет меня вот вам, зрителям. Вот в этом смысле я бы хотела точнить. Но Ростислав всегда старается поднять мне настроение. И, честно говоря, это ему всегда удается. И, видите, я вот вроде бы должна серьезную тему вам говорить, но я смеюсь. Я не могу сдержаться, потому что вот есть такие у Ростислава кнопочки в отношении меня, когда... Педальки, я бы даже сказала. Педальки, да, когда он может нажать. И по мне идет уже определенный такой ток, реакция положительных эмоций. Я уже улыбаюсь, наслаждаюсь. Я еще хотел сказать про то, что вот обращаясь к спикерам, которые говорят на тему создания семьи, на тему выбора партнера, о том, что ты предлагаешь им делать больше видеоматериалов, да неважно, как они подойдут, как они предъявят результат, свою счастливую семью. Хоть на видео, пускай хоть фрески делают, неважно. Вопрос в том, чтобы этот результат был и был как-то предъявлен. Потому что чаще всего действительно, ну смешно слышать рассуждения о том, как создать счастливую семью от человека, который действительно семьи не имеет, ну просто непонятно как. Точно так же смешно, как ты пришли к стоматологу, а у него там во рту самого там рулили почище парфенона. Ой, Ростиславушка, ну вот такая вот у нас лекция на серьезную тему. Я бы ничего смешного не сказала. Да, Ростиславушка просто делает для меня встречу, юмористическую встречу. Ну в общем, вот так вот у нас вся жизнь происходит. Причем шутить даже не собирался, честное слово. Вот, но да, действительно, мы должны быть все счастливы. И если, и у нас должен быть стимул быть счастливым. И если есть возможность даже вот заработать на том, что вот людям нести счастье. Я думаю, что это очень хороший труд и очень почетный труд и востребованный должен быть труд. И, конечно, к этому не следует относиться, что вот наживайтесь на чужом горе, наживаются на чужом несчастье. Вот, обучитесь, пожалуйста, несите это счастье людям. Это очень важная квалификация, это самая важная квалификация в жизни. Сделайте себя счастливыми, сделайте вокруг себя мир отношений счастливыми. И, пожалуйста, не думайте, что кто-то на вас наживается. Это видео все бесплатно, оно все выгружается на Ютьюбе. И мы просто говорим о том, что это очень большой путь и это серьезный труд. И просто от того, что вы почитаете одну книжечку или послушаете одну лекцию, и что вы уже будете знать все или пойдете на один тренинг, это все нереально, это сказки. И вот, если вы их еще не проходили, вы можете пройти на собственном опыте это и убедиться, что на самом деле это длительный путь, и это преобразование себя, и это работа над собой, над своим сознанием. Что мы думаем, в чем мы убеждены, какая у нас картина мира. И вот туда вот мы и придем. И поэтому мы, конечно, предлагаем свои тренинги. Они у нас есть на самопознании.ру, они у нас года три висели на ТРН. Они не пользовались никаким спросом. Вот. Почему? Потому что, наверное, каждый человек думает, а это счастье, оно должно упасть так просто с неба, свалиться. Вот я иду, иду, раз, и с неба свалилось, и я уже счастлива. Сверстится. Вот. И я уже счастлива. Вот где-то вот иду, иду, а вот рыцарь остановился. И сказал, девица красная, вот будь моей женой, я вот для тебя самый лучший муж. Да, наверное, для кого-то такие эпизоды есть. Это такое черевныцство, это такие чудеса. Но дальше, как продолжаются результаты в этих эпизодах, нам неизвестно. Нам просто говорится, что кто-то вот где-то в журнале написал, что вот остановилась машина по дороге в Киеве, по центральной улице, шла прекрасная девушка, вышел молодой человек и говорит, давайте познакомимся. И они познакомились, и потом стали мужем и женой. Да, но дальше нам неизвестно, а что дальше произошло. Но я могу сказать, что... Просто напомнить вам, что у нас сегодняшняя статистика. В России 70% разводов, у нас там что-то около 60% разводов. И то за счет Западной Украины у нас еще держится вот эта статистика. Потому что в Западной Украине культура, взаимоотношения между мужчиной и женщиной каким-то образом еще держатся за взаимоуважение, за вот род у них имеет большое значение и многие другие факторы, которые стабилизируют общий процент по Украине. Потому что есть, конечно, области там, где, наверное, и 100%. Но за нами идет Белоруссия. Но давайте еще статистику посмотрим, что, допустим, в Индии там до 2% разводы. В Японии 25% разводы. В Америке 56% разводы. То есть, эта вся статистическая информация есть в интернете. Вы можете зайти, посмотреть ее и понимать, что если мы находимся вот в этой стране и что-то здесь не так, то, наверное, нужно смотреть общую ситуацию. Не просто так, что вот я иду, и мне на голову свалится мой муж, или вот мне вот тут вот где-то на работе встретиться, или по дороге с работы встретится вот моя половинка. Вот я точно определю ее, я точно ее узнаю. То есть, это такие поверхностные мнения о том, что так это все просто, и вот все только вот чудо должно свершиться. Вот, скорее всего, оно и приводит к таким результатам, что ничему обучаться не нужно. Это же чувство, это же в душе должно зародиться. Как это так, что это там изучать? Да это же тогда не любовь совершенно. Давайте говорить серьезно. Мы еще коснемся очень серьезной проблемы о том, как уничтожаются семьи, и кроме этого идет разрыв не только отношений между мужем и женой, а рвутся отношения с детьми, и огромные убытки получает семья. Давайте говорить, а что это у нас за культура такая хорошая, когда у нас 80 тысяч брошенных детей? Это что, любовь? Это что, такая вот любовь? Это такие результаты от любви мы ожидаем? Давайте честно говорить о том, что мы должны нести ответственность за наши отношения с противоположным полом, что мы должны понимать, что такое настоящая любовь, а что такое вот безответственность, вот какие-то вспышки чувств, которые просто объясняются как влечение полов на уровне животных. Поэтому мы очень подробно останавливаемся на всем пути жизненного нашего прохождения к счастливой семье. И поэтому мы сами изучаем этот путь, потому что мы сами хотим понять, а что именно, что было важно, а что было не важно, а что не нужно было делать, как можно было бы ускорить этот процесс, как можно было бы обойти этот развод. Ведь мы могли бы сразу найти друг друга, если бы мы знали, имели такие вот знания. Вот, я сейчас вот Ростислав хочет добавить что-то. Пока ты говорила, что Ростислав хочет добавить, у Ростислава все мысли разближались. Ты сказал ускорить, а ускорить не в том смысле, что как-то, чтобы сделать что-то быстро, что куда-то поспешить, что, как-то сказать, кого-то обогнать, с кем-то там посоревноваться. Речь о том, речь о десятках лет жизни, которые вы можете сберечь от странных этих отношений, которые в итоге заканчиваются разочарованиями только. А сразу, с самого начала, создавать семью, которая у вас будет на всю жизнь, и у вас не будет потом ни разводов, ни бракоразводных процессов, ни раздела имущества, ни травм детям и так далее. Вот в этом смысле она имела в виду ускориться. Да, спасибо, Ростислава, именно это я имела в виду. Я хотела еще, знаете, вот я рассказала о своем детстве, и мы уже дошли до процесса выбора моего первого мужа, вот. И мы закончили на том, что уже назначен день свадьбы. Был. Был, да, вот на том моменте. Но вот параллельно я хотела бы рассказать очень важное, каким образом меня родители воспитывали, что они мне важного говорили для того, чтобы я правильно выбрала свою пару. Мне кажется, здесь умеется сделать разрыв, ну, чтобы это был следующий файл. Это немного совсем. Это возьмем несколько буквально предложений. Бабушка, я говорила, и вот еще раз хочу повторить, она говорила, ты с чоловиком чегось варта, а без чоловика ты ничего не варта. Я хотела сказать, что я понимала, что когда я буду взрослая, девушка, я, конечно же, должна быть принята, признана и любима каким-то мужчиной. И мужчина, это должен быть для меня, конечно, быть самым лучшим. Мама мне говорила вот что, как она меня воспитывала. Она мне сказала, береги честь с молоду, выражи честь с молоду. Она мне говорила о том, что я должна беречь себя только для одного мужа, только для одного мужчины, и никого не допускать близко к себе. Я уже, когда подрастала, я уже была в переходном периоде в этот момент времени, и я имела такой вздорный характер, я все переначивала, и со всеми мне хотелось поспорить. И я вот пробовала спорить с мамой. Я видела, что в нашем классе есть девушки, девочки, которые уже очень интересовались ребятами и уже с ними встречались. И мало того, уже были какие-то такие вот разговоры на интимную тему. И я пыталась с мамой поспорить. Но думаю, а вот я скажу, что вот не так. И она тогда сказала, если ты нарушишь это правило, тобой будут потом только пользоваться. А в жены никто не возьмет. И это было для меня очень страшно. На самом деле, конечно, я хотела, чтобы семья у меня была счастливая. И я же говорила, что у меня был опыт счастливой семьи. И, конечно, мама в этом смысле не была для меня авторитетом. Я видела, что она несчастна в своей семье. Но для меня было авторитетом вот это предостережение, которое она мне сказала. Она меня напугала здорово. И я точно для себя решила, что я сохраню себя только для своего мужа. Вот, да, в общем-то, вот это то, что было для меня учёбой. Вот. Ещё я хотела бы рассказать о своих отношениях с Богом. Вы знаете, что мы жили в такое время давнее, да, при социализме это было, совершенно другая жизнь. И в школе рассказывали, что Бога нет. Мы сейчас живём, уже много лет спустя, просто речь идёт о том, что мы формировались как личности в те времена. Спасибо. Да. И когда я приезжала к бабушке, мы говорили, бабушка, а ведь Бога-то нет. Нам рассказывали, что вот ваши бабушки ещё будут вам рассказывать, что Бог есть. Но на самом деле они тёмные, забитые, безграмотные. Они не знают, что Бога нет. И вот мы с братом говорили бабушке, что нет Бога. А бабушка говорит, это вам в школе неправильно рассказывают. На самом деле Бог есть. Говорит, вот гремит. Это откуда гремит? А мы вот говорим, да, это вот разряды там гремят, вот электрические разряды. Она говорит, нет, говорит, это вот там вот на колеснице едет там кто-то там. Я пророк. Да, вот. Да, я вот не знала. И вот это вот такое отношение было с религией. Мои родители, папа был партийный, и, конечно же, вообще никакой религии дома не было. Мама, как бы она занималась тем, что она совершенствовала своё здоровье, с помощью трав, дыхательных упражнений. Вот. Я узнала, что такое йога от мамы. Вот. Водолечением мама занималась. Я видела, как это происходит. Вот. И больше ничего вот в отношениях, так сказать, с высшими силами, ничего такого я не видела. То есть у меня знаний не было. Вот. Но потом случилось нечто. У нас... Я уже буду продолжать свою личную жизнь. Рассказ о том, что у нас хорошо прошла свадьба. Мы жили в одной квартире с моим мужем и с моими родителями. Через некоторое время я поняла, что, в общем-то, я так запланировала, чтобы у меня был ребёнок. И я потом как бы соединяла параллельно и работу, и учёбу, и беременность. И я, в общем-то, нормально себя чувствовала, я была счастлива, всё было хорошо. Но так случилось, что мой муж сказал, что вот ему не нравится жить вот и общаться с моей мамой, и было бы хорошо разменять квартиру. То есть он как бы посмотрел, что есть такая возможность, что три комнаты можно разменять, и вот нам жить отдельно. Я, с одной стороны, ну, в общем-то, мне было неудобно отцу это сказать, а с другой стороны, и даже вроде бы неприлично. Но вот когда родился ребёнок, и ребёнок ночью плакал, и мои родители не могли спать спокойно, вот, было решено, что, разменяя, отец дал согласие на размен квартиры. И, в общем-то, нашли хороший размен. Мы переселились как бы подальше от центра на окраину, но у нас уже была своя двухкомнатная квартира. И, в общем-то, всё так было хорошо, но я уже была в декретном отпуске, и закончила институт, и сын мой прекрасный, красивый мальчик, вот, я уже его определяла в детский садик, даже ясли тогда были, и стремилась пойти на работу, потому что вот мой муж закончил обучение своё, и зарплата была такая, что хватало только на еду. Вот, одежду ребёнку мне было не на что купить. И еда была такая самая-самая, такая бедненькая, самая такая без особенного выбора. И я уже так, в общем-то, выбрала себе работу, и как-то так вот случилось, что муж заболел страшной болезнью, болезнью Боткина. Это не Боткина, а вот с печенью вот связано. Да, Боткина, действительно. Вот, и это было ужасно, мы все были перепуганы, и это было заразно. А, гепатитом, нет, это был гепатит ужасный, мы его поместили в больницу. Вот, а мой папа до этого участвовал в конкурсе, это был очень такой вот конкурс на все страны Советского Союза, и выбиралась кандидатура на пост министра лесной промышленности в Казахстане. И вот мой папа, будучи директором огромного такого, как это называлось, как бы концерна, но на то объединение предприятий, у него в подчинение было 5000 человек, можно так сказать. И он решил, как бы он не хватался за эту должность, и он решил попробовать себя на этом конкурсе. Который год это был? Ну, может, 88-й год, 1988-й год, где-то такое. Советский Союз жилье храдило, но еще распад не был очевиден. Да. И было удивительно, что казахстанцы захотели видеть на этой должности именно человека с Украины, украинца, моего папу. И папа уехал с мамой в Казахстан, в Алма-Ату, а мы остались одни. И, в общем-то, было решено в таком случае, что если вот заболел муж, и мне нужно было и бегать к нему в больницу, и ребенок маленький, и, в общем-то, было решено, что сына нашего нужно отвезти к дедушке и бабушке. Вот, и вот такой вот огромный перелет шестичасовой на самолете я отправила сына в Алма-Ату. Вот, вернувшись, мне потом через окошко первый муж говорит. Ты знаешь, говорит, я прочитала в газете очень интересную информацию. Оказывается, есть геопатогенные зоны, и они проверяются маятником. Я вот здесь вот проверил, где моя кровать в больнице стоит. Оно было в плохом месте, и у меня были плохие результаты. Я плохо выздоравливал. И вот я передвинул кровать с разрешения персонала буквально на полметра. И сейчас у меня улучшились сразу резко анализы, и я уже скоро выписываюсь. И он мне прямо в окошке показал, как этот маятник у него крутится. Это был привязанный камушек на ниточке, и он у него крутился без всякой помехи, без всякого его личного движения. Это меня так поразило. И я пришла домой и попробовала, и у меня тоже получилось. Он мне объяснил, как это все, что это обозначает. Это обозначает, что нельзя находиться на том месте, где крутится маятник. И вот эта тематика меня очень заинтересовала. Я начала спрашивать у людей, а как вы обозначили, где вы там спите? Вы проверили, в хорошем ли месте вы находитесь? И вот спрашиваю, и никто, мало того, что не знают, а еще не интересуются, а еще было интересно, что и не верят. Я говорю, в газете написано. Да мало ли, что там напишут в газете. Да говорю, вот прямо научные есть исследования на эту тему. И вот даже вот мой муж подтвердил, он уже выписался с больницы. И в общем-то я видела, что это никого не интересует. Но мне это было интересно. И я каким-то образом нашла оздоровительный центр, который предлагал услуги для населения. И я вот пришла и говорю, вы знаете, есть вот такое чудо. Оказывается, огромное значение имеет то, где мы находимся, где мы спим, где мы сидим продолжительное время. И вот это место нужно проверять. И я взяла маятник, показала, они все увидели, убедились в этом. И говорят, ну хорошо, мы будем предлагать вашу услугу, поставим в прайс. И говорит, вам будет 30% от этой услуги. И вот они делали рекламу. И вы знаете, пошли звонки и пошли заказы. И мы где-то раз или два раза в неделю, я или же муж, ездили. И действительно находили сногсшибательные такие совпадения, когда люди больны. И вот то, что у них болело, там линия проходила. Вот голова болит, вот через голову линия проходит. Вот почки болят, через почки линия проходит. Кровать расположена так, что когда человек спит, он оказывается на этой линии, вот когда головой, когда там печень, когда там чем еще. Да, и они так нас благодарили и с удовольствием заказывали эту услугу. И мы с удовольствием ездили по Киеву. Мы как бы делали добро людям. Люди были нам благодарны, мы были очень довольны. И это было каким-то вот добавочкой, какой-то небольшой к нашей зарплате. И потом я увидела, что в этом центре есть интересные люди, которые их называли экстрасенсы. И я с одной девушкой там познакомилась. Она вообще-то не знала то, что я умею, но я совершенно не представляла того, что она умеет. И эти знакомства были очень необыкновенные. Это необыкновенные люди с какими-то особенными такими возможностями, способностями необыкновенными. И потом, через некоторое время я узнала, что приезжает в этот центр семья, которая будет обучать нетрадиционным методам лечения. Это меня заинтересовало. И я записалась туда. У меня денег таких больших не было, чтобы оплатить. Но как работник этого центра мне разрешили посещать эти курсы. И вы знаете, я с удовольствием приезжала на эти курсы, не пропустив ни одного занятия. И вот этот вот момент произошёл во мне перелом. Я почувствовала в себе силу. И эту силу почувствовал во мне учитель. Я вот... Был огромный зал людей, было около 300 человек. Вот. И я там с последнего ряда вышла к нему, вызвавшись на какой-то вот эксперимент. И он сказал, я хочу проверить ваше биополе. И он взял рамки и начал проверять. И вот я зашла в самый конец зала огромного. И это была как раз граница моего биополя. И он начал спрашивать, а какими практиками вы пользуетесь? Я говорю только то, что я была в Алмате, и я там взяла энергию гор. Он говорит, тогда понятно. Было интересно то, что вот именно вот этот вот момент, почему я так подробно о нём рассказываю, казалось бы, это не имеет значения, отношение к семье, но это вот те знания, которые мне пригодились для своего лучшего понимания и открытия себя именно для Бога. Я почувствовала, что есть всё-таки такая сила, огромная сила, которая взаимодействует с нами, и от которой очень много зависит. И есть нечто такое, как хотя бы эти линии Хартмана, которые, так мне говорят, их же нельзя ни одним прибором померить. Я говорю, так есть прибор, вот маятник. Так это же не прибор. Вот должны быть стрелочки, индикаторы, вот это прибор. А то, что там крутится, это же не прибор. Это вы сами крутите. Я говорю, у меня рука стоит недвижен, неподвижна. Нет, вот вы там какие-то вот движения делаете, которых, может быть, я не вижу, но вот именно вы крутите этот маятник. То есть вот абсолютное недоверие у некоторых людей было. Некоторые, конечно же, понимали, что это действительно так. То есть это вот та сила, которая нами непознанная, которая очень удивительная, и она реальная. Вот тогда я открыла в себе Бога. И тогда у меня начались реальные взаимоотношения с Богом. И какие наши были взаимоотношения после этого в семье, лучше или хуже? Наши взаимоотношения пять лет были прекрасные. Эти взаимоотношения я называла медовым месяцем. И я так даже шутила. Почему медовый месяц говорят? Пусть говорят медовый пять лет. Все так неудовыменно на меня смотрели. Почему именно так? Я говорю, ну почему в самом деле только один месяц? Это же неправда. Вот у нас вот пять лет уже, и все хорошо. Но к шестилетнему периоду времени наступил такой момент, когда ребенку не во что было одеться, дома нечего было кушать, зарплата инженера была мало, и даже был такой вопрос о том, что сокращали инженеров, и, по-моему, даже был такой вопрос, что муж сидел без работы. И в конечном итоге все сводилось к тому, что мы плохо живем. И вот произошел скандал. Муж даже выбил стекло в двери. Вот он так выражал свое негодование в отношении всего происходящего и в отношении меня, скорее всего, как вот реакцию на меня. Вот такая вот реакция была бурная. И я подумала, что, наверное, все-таки я неправильно выбрала себе мужа, что, наверное, у меня все-таки несчастливая семья, и, наверное, все же мне нужно учиться правильно выбирать свою половину. И нет таких взаимоотношений, не может быть такие взаимоотношения в гармоничной семье. Вот это для меня было вот той чертой, когда я пришла к такому выводу. Вот. Ну, а дальше мы переехали в Алма-Ату. Я проводила там лечение в центральном медицинском центре. Это был платный центр. Возможно, тебя сейчас будут смотреть люди из Казахстана, которые тогда лечились у тебя? Может быть. Кстати, приходили украинцы, и украинцев было немало в Казахстане. Смотреть-то могут и казахстанцы, ведь это видео в интернете будет. Ну, да, возможно, не узнают. Это было... Это время было для меня очень счастливым. Я чувствовала, что я помогаю людям. У меня были всегда очереди большие. Вот. Но я принимала полдня. Остальное время я занималась воспитанием сына своего. Там прекрасный дворец был для детей. Этот дворец просто был сказочный. Там своя обсерватория была. Там всё в мраморе, всё в розовом камне. И там было множество бесплатных кружков на любую тему. Мы выбрали тематику развития ребёнка в техническом творчестве. Я слушала преподавательницу, и я просто получала огромное наслаждение. Я сама пыталась делать руками всё то, что делали дети. И тоже попадала в детство. И наслаждалась теми фигурками, теми картинами, которые делались из бумаги. И вот волшебный голос преподавательницы, которая вела эти курсы, вот он всё время при воспоминании сопровождает меня. Я могу сказать, что очень большое внимание уделяется в Казахстане детям. И это совершенно не тот уровень, намного выше, чем тот, к сожалению, который у нас на Украине. Просто даже смешно сравнивать с теми тот уровень и тот, который у нас был. Поэтому, когда я вернулась, мне было просто тоскливо заходить в те учебные заведения, которые у нас здесь построены для детей. И тот разрыв огромный, когда у нас в лозунгах говорится, что детям всё самое лучшее, на самом деле всё самое лучшее себе забирали, а не детям. Поэтому здесь, к сожалению, так вот постепенно как-то передо мной открывалось какое-то определённое лицемерие. Но всё же я вот так вот познавала жизнь. Такое вот у меня вначале такие открытые глаза, что в жизни всё прекрасно. А вот постепенно-постепенно я, в общем-то, приходила к тому, что я и вернула свой партийный билет, узнала о том, что на Западе там расстреляли рабочих, когда они вышли на защиту своих прав. Я сказала, что эта партия, она не защищает рабочий класс на самом деле. Вот. И, в общем-то, я считала, что я должна быть честной во всём, то, что касается совести. И я всегда старалась поступать по совести. И вот, когда я вот увидела, когда не получалось у нас там отношение с мужем моим первым, я, конечно же, пыталась найти выход. Я обратилась к твоему отцу с тем, чтобы он меня поддержал в разводе. Но он молодец. Он сказал, ты выбрала, ребёнок маленький, вот ответственность ваша перед ребёнком. Я не даю согласия на ваш развод. И я ему благодарна за такое решение. Я переборола себя, я успокоилась. И хочу вам сказать, что этот конфликт забылся. И мы через какое-то время создали своё предприятие, потому что был уже период капитализма начался, всё, государственные структуры разрушились. Вот, и благо муж такой предпринимательский ум имеет. И вот наши дела пошли хорошо. Мы, в общем, очень быстро купили машину. Я научилась водить её. Мы занимались продажей товаров. Мы были на работе с утра до ночи. В общем-то, своему сыну практически я не уделяла никакого внимания. Он, в общем, страдал от этого. Он был в одиночестве. И даже было так, что мы приезжаем домой, нечего покушать. Один раз он даже нам сделал пироги к нашему приходу. Это было потрясающе. Он в духовке спёк. Я боялась. Я вообще сама духовку никогда не зажигала. А вот прихожу, ребёнок спёк пироги в духовке. Это, конечно, было просто тесто с водой перемешанное. Даже вот мука где-то была. И оно не очень хорошо вымешано. Но мы накинулись на эти пироги. И мы их съели с удовольствием. Мы были голодны. Нам дошло до того, что нас ребёнок кормил, а не мы ребёнка. Вот. Я тогда попыталась ребёнка поближе там, где мы работали, сняли офис. Вот туда перевезти в школу. И, в общем, там вроде бы элитная школа была. Перевели туда ребёнка, сына своего. Но вскоре увидели, что его коллектив там, что учителя его там не любят. И когда я только прихожу, я вот чувствовала на себе, что нужно сдать деньги на то, чтобы поставить окна новые. На сто тысяч всяких дел в школе. Окна новые. То есть полностью капитальный ремонт это шёл за счёт родителей. Окна новые, подвесные потолки новые. И это всё должны были сделать родители. То есть я понимала, что, в общем-то, идёт стяжательство просто. Я забрала сына и нашла совершенно другое учебное заведение финансовый лицей. Благо, что дедушка жил недалеко от него. И, опять же, мы сына перевели на другое место жительства уже с дедушкой. Мы жили один, как бы, только вдвоём. И на субботу-воскресенье я там мчалась к сыну. Вот так вот целый день с утра до вечера работай. Потом суббота-воскресенье к сыну. Вот так вот шли годы. Мы вкладывали очень много труда своего. И у нас были возможности заключить и сделки с зарубежными компаниями. Мы были в Германии, мы ездили в разные страны. Это всё было интересно. И казалось бы, что жизнь наладилась, что всё у нас хорошо. Это где-то уже было 15 лет нашей совместной жизни. Но потом происходило всё время нечто то, что вот с самого начала, когда я замуж выходила, мне не понравилось в своём выборе. Это был такой намёк на изъян. Мне показалось только, что есть лишний вес у моего будущего избранника. Но мой будущий избранник мне пообещал, что он будет следить за своим весом и его снизит. Да, вот на первых порах он снизил свой вес, а дальше говорит, а я не хочу следить за своим весом. Вот ты уже в дамках, ты уже с хвостом, ты никому не нужна с ребёнком. Вот бери и терпи. А я вот полторта за раз как ел, так и буду есть. Так и сказал? Да, так и сказал. Вот. И получалось так, что если я сама по себе имею такое качество характера, да, что для меня очень важно, чтобы фигура была в норме, чтобы человек следил за своим здоровьем. И вот для меня было очень удручающе то, что вот рядом со мной человек просто уничтожает себя. Это было просто недопустимо для меня. И я пыталась каким-то образом на него подействовать. Сама-то я занималась и зарядкой, и на скакалке прыгала, и ходила, делала специальные упражнения. Потом я ходила, видела, что вот моржуют у нас там соседи. Я вот научилась моржевать, вот зимой ходила, купалась. Вот. Но это всё не интересовало мою половинку. И моя половинка, если вот 15 лет назад, скажем, у него было 85 килограмм, потом он мне пообещал скинуть вес, его вес стал 80 килограмм, то на протяжении 15 лет у него уже было 115 килограмм. Вот таким образом наша взаимная жизнь повлияла на то, что моя половинка стала деградировать. По сути, деградировать. Я понимала, что есть влияние той болезни, которую он перенёс. И я, конечно же, ему сочувствовала. Вот. Но я видела, что он не питается так, как я питаюсь. То есть, в основном это овощи. Он питается в основном там сдоба какая-то, какие-то сладости. Вот. И, скорее всего, в этом есть моя вина. Но я ничего не знала, как сделать лучше. Я уже там пыталась пригласить какой-то диетолога, чтобы она готовила еду. Но диетолог пришла сама полная. И начала рассказывать, я вот знаю, как нужно похудеть. И, в общем, честно говоря, я после этого даже не стала больше и заниматься никакими диетологами и приглашать их. И сама я видела, что я не имею никакого влияния на своего мужа. И тогда я начала вести разговоры о том, что, знаешь, скорее всего, что мы не пара и что у нас нет гармонии. И я не могу видеть, как ты практически уже не похож на того человека, кого я выбрала. Ты с 80 килограмм до 110 килограмм. Это очень большой такой вот интервал, который вот заполнен жиром. И ты уже, по сути, другой человек. Уже разговор другой, разговор грубый. И я понимала, что, точнее, я сейчас понимаю, что это вызвано прежде всего, может быть, генетически. Да, действительно, я видела, что его родители очень большую сверхмассу имеют. То есть там отец и мама там где-то по 130, за 130 килограмм каждый имел. И я, конечно, очень переживала, что и у мужа такая же будет, такой же генофонд. Но как-то вот себя успокаивало. А может быть, как-то менется. А может быть, вот как-то вот все по-другому сложится. Но это было все, так сказать, иллюзии. Муж набирал вес. И я уже чувствовала, что я не могу подойти к этому человеку. Этот человек стал практически чужой для меня. Я не могу приблизиться. Я чувствую вот эти вот энергии жира. Тем более, что я занималась с энергиями. Я чувствую энергии каждого человека. И я чувствую, что я уже просто не воспринимаю, не нахожу в нем вот то родство, которое было с самого начала. И я уже сейчас понимаю, что это именно мое воздействие. То, что мы негармонично, мы не соответствовали друг другу. То есть мы несовместимы с ним друг с другом. И вот эта несовместимость, она привела, возможно, и к этой болезни, хотя она вирусная. И она, возможно, и изменила мышление этого человека с тем, чтобы он взял, фактически начал нарушать полностью свой пищевой обмен. Пищевой обмен нарушился у него обмен веществ. Вот так вот это называется. И я обратилась в церковь. У нас была вот церковь адвентисты, баптисты, там вот адвентисты седьмого дня, вот как-то так назывались. И туда можно было прийти, там вот рассказывалось, все сидят, потом поют. И вот после работы я вот приходила туда, и вот я слушала с удовольствием, мне вроде бы так легко было на сердце. Потом я приходила в семью, и вроде бы так нормальных взаимоотношений начинались быть. И вот говорилось о том, что муж должен быть главный в семье. Вот, а тут вот я руковожу на предприятии. Но да, это же в семье он должен быть главный, но на предприятии я главная, да, вот, значит, я в семье, я передаю ему все бразды правления. И вот, а когда я иду на исповедь, то батюшка спрашивает, а вот кто у вас главный в семье? Я говорю, муж. Говорит, а кто за квартиру платит? И смотрит, рядом муж сидит, и говорю, да, муж платит за квартиру. Да, говорит, у вас точно муж главный в семье. Потому что вот считается, что вот жена ходит, оплачивает счета, что вот все деньги у нее в руках, и вон она, она ходит, и вот делает все, распоряжается финансами. Я нет, пожалуйста, вот деньги, вот распоряжайся, но что распоряжаться? Да, деньги заработаны вместе. Да, ты вот хозяин. Хозяин, я реально вот для себя решила, да, муж хозяин, может, это поможет. Я на все согласна, лишь бы помогло. Да, на предприятии я хозяйка, но я согласна, он тоже руководитель, он тоже там директор какого-то направления, но его не интересовало управление, вот именно менеджмент, вот именно руководство непосредственное. Он стратегические вопросы решал. Это тоже управление, это тоже директорство в каком-то смысле, но как бы люди его так интересовали просто функционально. Вот, и, конечно, люди обижались часто на него, и мне приходилось мирить, вот взаимоотношения налаживать. Это было сложно часто довольно-таки, вот, но тем не менее я его уважала, вот, придерживалась, были всегда интересны его инициативы, инициатив было очень много. Вот, он занимался тем, что он вносил новшества в нашу организацию, и обучение мы проходили, я в том числе очень много обучения, новые книги читали, изучали, это все было очень полезно. Вот, и тем не менее, вот, взаимоотношения, благодаря тому, что вот христианство говорилось, что вот муж голова, и на лекциях говорили, если муж ваш ошибается, вот, вы посидите и помолчите, вот, и даже вы видите, что вот ошибается, вот, вы подождите того момента, когда он сам увидит, как он ошибается, и вот в этом ваше будет благословение перед Богом, в этом будете вы правы перед Богом, потому что вы дали возможность своему мужу увидеть, увидеть, ошибиться и увидеть то, что они, что вы ошиблись. Да, это все так. Так, со стороны послушать. А что у нас произошло в компании? Вот, муж увел, например, направление свое, туризм. Я не курировала это. Вот ты начальник, ты курируешь, набрал сам персонал, отдельно офис, вот, занимаешься туризмом. И что происходит? Если один человек, у него же, он же же не может во всем быть силен. И получилось так, что забрали паспорта чужие, какие-то мошенники, и требовали выкуп за эти паспорта. И я, конечно, очень сильно мы переживали, потому что паспорта людей таких могущественных, и я там даже одного узнала, там, миллионеры, которые хотели там в Америку поехать, визу открыть, и обратились вот к мужу. И в конечном итоге, теперь мы должны выкуп сделать, чтобы вернуть и отдать людям эти паспорта, при том извинившись, что мы не смогли сделать эти визы. И что же произошло? Мне нужно было вклиниться в это. Я не могу, вот, вообще не участвовать в этом, как вот нам предлагалось. Вы посмотрите, муж там ваш сам убедится в том, что он ошибся. Ну что ж он убедится? Ему что, помощь нужна? Ему-то нужно исправить это положение, а он один не может этого сделать. Поэтому вот коллектив должен помогать, а в коллективе кто? Жена, конечно же, первый помощник, первая помощница. Поэтому я как бы решила этот вопрос. Мы даже вот, помню, поехали в монастырь, вот, там вот помолились, и помню, как-то вот решили этот вопрос. И мы закрыли эту тему вообще, потому что я уже не могла свое время уделять этому направлению, и муж понял, что там много мошенников, и он сам не сможет уследить за этим процессом. Поэтому мы закрыли это направление. То есть речь идет о том, что я убедилась в том, что нельзя говорить и следовать тому постулату, что вы дайте человеку ошибиться. Он может так ошибиться, что вообще здоровье потеряется, и еще и ответственность можно какую-то серьезную получить. Поэтому так просто сидеть со стороны и смотреть на то, что вот человек там сейчас в яму попадет, образно говоря, это не годится. Конечно же, нужно участвовать и помогать, и если видишь, что ты какой-то процесс знаешь лучше, предложить какое-то альтернативное предложение сделать. Вот. Другой момент. Говорилось о том, что вы поступаете с человеком, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили, вот по христианскому такому вот направлению. Вот. Я пыталась так вот поступить, вот как вот я бы с собой поступала, да? Я вот с собой поступаю. Я себе готовлю правильную еду, да? Должны быть овощи, фрукты в основном в рационе питания. Вот я это даю своей половинке, своему ближнему. И что вы думаете? А этот ближний говорит, а я такое не хочу есть. Вот шесть яиц, сало, шкварки, все это пережарить, жирное все съесть, кетчупом намазать. Вот это вот еда, вот хорошо. То есть, опять же, это не работает. Поступайте с ближним, как бы вы с собой поступили, да? Этот ближний, он не хочет такого отношения к себе, как я к себе отношения желаю. Поэтому это тоже я вижу, что не работает. Вот. И как-то вот приехала еще психолог в церковь, и был цикл лекций о взаимоотношениях в семье. И эта психолог рассказывала, вот какая женщина бывает, вот какой мужчина, она сама замужняя, психолог. И вот она рассказывает, рассказывает, говорит, вот отличие мужчины и женщины. Женщина говорит 7 тысяч, от 7 до 10 тысяч слов в день. А мужчина до 4 тысяч слов в день. Я так подумала, подумала, думаю, нет, это, наверное, как-то не про нас. Потому что у нас было наоборот. Это я сейчас много говорю, потому что я хочу передать те знания, которые во мне накопились. И я многое время готовилась к тому, чтобы расширить свой словарный запас. И, конечно, специалисты могут много недостатков найти в том, как я говорю. Вот. И многие меня и критикуют, и критиковали за это. Но, тем не менее, какая уже есть. Главное, смотрите на мой опыт и на мои знания. Уж не слишком-то смотрите на то, что, может быть, не так складно, не так красиво я говорю. Но вот мой муж как раз вот был, это сейчас я уже понимаю, был экстравертом. И он разговаривал на порядок больше, чем я. Вот. Я вот поговорю, потом целый день, может, молчать буду до конца дня. Уже по пару слов только могу, только буду говорить. Буду отдыхать. Вот. Поэтому здесь нужно понимать о том, кто экстраверт, кто интроверт. Вот я всё же интроверт. Вот. Мне говорить сложно. И вы, в общем-то, это будете со временем увидеть этот момент. И тоже увидите этот момент. Но это не всегда в этом заключается, экстравертность и интровертность. Есть люди, которые экстраверты, но они мало говорят. Это тоже есть. Специально этому нужно обучаться, для того, чтобы уметь различать. Например, мой муж экстраверт. Ну, вот как раз Ростислав мог бы рассказать, что, как он о себе до этого думал. Надо. Ну, может быть. Давай потом отдельно об этом расскажу. Ну, хорошо. Вот. Ну, в общем-то, на сегодняшний день я благодарю вас за внимание. Мы так вот подошли к тому вопросу о моих взаимоотношениях с Богом. Я, в общем-то, дальше буду уже продолжать именно в таком взаимоотношениях своих не только с мужем, но и с Богом, конечно, и с высшим разумом. Или как кто захочет, вот как у кого есть там Будда, Аллах, у кого кто есть Бог, кто для себя в каком обличии, в какое верование представляет себя. Но вот именно вот мое отношение с этой высшей силой духовной. Вот. Пока вот благодарю вас за внимание и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.